Привет, вы смотрите Тест ТВ, с вами Надя Лаптева вместе с Азиком. Сегодня мы будем рассказывать про уважаемую мной породу бельгийская овчарка Малинуа. Сегодня у нас в гостях Оля Вербицкая, руководитель кинологической службы добровольного поискового спасательного отряда Экстремум. Ребята, все не так просто, потому что у нас сегодня будут трюки, у нас будет куча всего интересного. Оля, добрый день. Итак, Малинуа, откуда пришла эта собака? Эта собака выведена, но изначально это собаки, которые использовались в поисково-спасательной службе, использовались где-то в 17 веке, давно. В 19 веке, в конце 19 века их решили, один из ветеринаров в Бельгии решил вывести их как более, ну, более породную группу. Вот, отобрали собак, похожих по окрасу, разного окраса, но похожих по костюку. Были длинношерстные, гладкошерстные и курчаво-шерстные собаки, жестко-шерстные. Вот, и, собственно говоря... Их там, по-моему, разбили на название, и как раз вот эта короткошерстная... Да, эта короткошерстная бельгийская овчарка в честь города Малин. Да, и я уж не знаю, поэтому или нет, французская полиция очень часто использует именно эту породу. Это очень умная собака, очень серьезная собака, и про это мы сегодня будем говорить. Какой характер у Малиного? У Малиного очень разный характер. Конкретно у этого представителя это спокойный, уравновешенный, сядь. Вот. Уравновешенная собака, которая очень любит работать, которая активная, он за любой кипиш, лишь бы с ним работали. Собака, которая не может сидеть спокойно в плане... Сейчас хочется показать голову собаки, потому что глаза смотрят на... Нет, как раз мне нравится, что она смотрит на хозяйку, да, и типа, ну что делаем, то что сейчас-то будем делать. Так, мяч будем искать? Мяч будем искать. Ребята, у нас сегодня будет еще раз повторюсь много всего интересного. Вот. Они за любой активный вид отдыха, за любую активную деятельность, лишь бы что-то делать. Они... Если их загружать нормально, то они достаточно уравновешенные собаки, которые в состоянии дома вести себя прилично. Если их не загружать, если им скучно жить, и если у них нет дела, которым они занимаются, то это достаточно сумасшедшая собака, которая становится в быту очень неудобная. То есть это не диванная собака? Это совсем не диванная собака. Это собаки под работу или под спорт. Только. Подойдет ли такая собака людям неподготовленным? Нет. Нет? Бывают исключения, но чаще всего у этой собаки должен быть... Это должна быть не первая собака. Хорошо. Семья с детьми? Пожилые люди? Семья с детьми? Здесь становится вопрос, какого возраста дети, потому что, в принципе, они достаточно лояльны к детям. Они, в принципе, очень любят, вне зависимости от того, что делает собака, да, она работает, занимается спортом или что-то. Они очень любят свою семью. Но тут вопрос, что надо очень грамотно рассказывать, объяснять не только собаке как общаться с ребенком, но и ребенку как общаться с собакой, потому что гиперактивные дети, которые бегают от собаки и так далее. Собаке может за ней погнаться, может ее ударить, может ее толкнуть, как бы. И тут основное то, что хозяин должен правильно объяснять собаке с детства, что, например, с руками мы не играем, да, и к ребенку мы относимся очень аккуратно, потому что если человек неподготовленный завел такую собаку, у него появился ребенок или ребенок уже был, но маленький, здесь возможны конфликты. То же самое с пожилыми людьми, точнее даже не с пожилыми людьми, с людьми с ограниченными возможностями. Иди сюда. Они просто не справятся, мне кажется, да? Да. То есть собака с три уста такого? Нет, тут вопрос, как бы пожилой человек, заводящий малинуа, но я себе очень слабо представляю, чтобы этот человек работал, а как бы эту собаку нельзя сажать на диван. Ей нужен хотя бы очень активный отдых, очень активное времяпрепровождение, но в принципе как собака-компаньон, которая просто с тобой ходит по дому и что-то делает, это не малинуа. Хорошо. Он может это дополнять помимо работы, что он с хозяином, он что-то делать по дому и так далее, гулять, сопровождать магазины, но это не должно быть только это. Как его зовут? Его Вольт Виннер. Вольт Виннер, крутое имя. Виннер победитель, да? Вольт, я так понимаю, что это связано с электричеством? Да. Ну, на самом деле он ко мне попал с такой кличкой, но долго не мучаясь, коротко зовут его Вольт, потому что она ему соответствует. Я правильно понимаю, что с этой собакой начинают заниматься с самого раннего возраста, как это возможно? Я вам больше скажу, с любой собакой начинают заниматься с самого раннего возраста, как это только возможно. Когда ко мне попадает собака, попадает она ко мне после актировки в 45-48 дней. Собственно говоря, с этого и начинается наша совместная работа, потому что обучение собаке – это правила поведения в доме, что можно, что нельзя. А что можно, что нельзя? С чего начинается? Нет, ну как бы тут можно и нельзя, это выбирает хозяин сам. Моим собакам нельзя спать на диване. Зайненька, давай мы не будем ты вставать к маленькой собачке. Моим собакам нельзя спать на диване. Моим собакам нельзя висеть на занавесках. Моим собакам нельзя лазить по столам. У некоторых людей это можно. Висеть на занавесках? Я представила себе картину, ты приходишь домой и там три малюноа висят на занавесках. Ну, малюные играют в занавески. Ничего себе. Хорошо, это я поняла, чего нельзя. А если говорить про поисково-спасательную, это собака, ребята, открой секрет, она ищет людей в лесу потерявшихся. Вот как приучать к этому? Сначала это достаточно большая работа по подбору собаки, потому что не все малюноа подходят. Ну, в принципе, не все собаки подходят, не все породы подходят и не все представители данной породы подходят. Потом это очень большой пласт социализации собаки. Потому что эта собака должна очень любить людей. Единственное, сядь. То есть вы ходите в какие-то общественные места. Да, таскается собака везде, где только возможно. Ее трогают, наверное. Да, она должна брать еду у людей, она должна с ними играть, она должна с ними хотеть контактировать, она должна гладиться. Потому что ни в какой ситуации не должно быть агрессии. Потому что, когда мы находим человека в лесу, абсолютно, ну, как бы, если он что-либо сделает случайно, да? День побыл в лесу, все хорошо. А если он пробыл трое суток, семь суток, не факт, что он будет адекватен. Замахиваются на собак, кричат, убегают. Ну, как бы, кто-то резко подпрыгивает, хотя уже сил не было ползти. Ну, вот, кто-то лежит и лежит. Ну, ситуации бывают абсолютно разные. Но она еще и внешне выглядит, могу сказать. Она очень красивая, она похожа на смесь волка с весой. Да, конечно. Вот, поэтому собака не должна ни при каких-то такой, каких-то обстоятельствах человека ударить зубами. Даже случайно. Да. Поэтому конкретно этой собаке с детства объяснялось, что руки это вообще святое. Как бы с руками, с одеждой, с ногами мы не играем. Играем только с игрушечками, играем только аккуратно. А вот, кстати, у меня сразу вопрос возник по ходу. Вы говорите, что приучаете, что можно с рук, чтобы она брала еду у чужих. Это по команде? Нет. Вообще брала. Ну, смотрите, кто ему разрешит брать еду, прибежав вот туда, в лес, к человеку. Я просто сразу думаю про эти дох-хантеров, и у меня вот такая двоякость. Тут вопрос какой, что если мы занимаемся с собакой, ну, посвящаем жизнь поисково-способственной службе, это часть жизни, как бы, соответственно, тут мы имеем риски. Риски. Да, но вопрос какой, что если, как бы, тут ответственность хозяина, как бы, следить за тем, чтобы что-то не произошло. Ну, конкретно эту собаку я могу сказать, что в городе к людям сам по себе он не бежит, ему не интересно. Ну, я это обратила внимание, кстати говоря, по настрою. Он абсолютно спокойный, ему все равно, если я подойду или поглажу, но я вижу, что он не испытывает никакого интереса. У него нету такого, о, привет. Нет, он сидит. Он с удовольствием полижется, если, как бы, в замкнутом пространстве, он с удовольствием погладится у чужих людей, но если просто идет прохожий мимо, то он к нему не подходит, он к нему не просит, как бы, да, может быть, если его, как бы, конкретно заинтересовать, позвать и попробовать покормить, он, может, и возьмет, но сам по себе вот туда к человеку он не побежит, а дальше уже вопрос хозяина смотреть за тем, чтобы что-то не произошло. Малинуа еще, конечно же, используется полицейскими, как я уже сказала, это серьезная собака, которая может задерживать нарушителя даже в проезжающей машине, она выстреливает, куча видео на ютубе и вцепляется в рукав. Как выбрать собак, вот вы, как профессионал, как вы для себя выбираете именно для поисково-спасательной службы вот эту более уравновешенную собаку? На самом деле, я вам открою секрет, что во все службы и в спорт тоже хочется видеть собаку уравновешенную. Хочется иметь собаку уравновешенную, которая с хорошим балансом. Другой вопрос, что вот у этой собаки родители работают в СОБРЕ в Москве, минно-розыскное задержание как раз. Как раз в автобусы впрыгивают, за рукава кусают. Тут вопрос в том, что если у тебя как бы изначальный пластилин, он примерно один и тот же. Не хочется, не нужна агрессивная собака, которая трусливая, которая обычная, ну, просто с неадекватной агрессией, лающая. И, собственно говоря, это выбирается в варианте того, что сначала смотрятся родители, чтобы родители тебя устраивали, что поведение родителей тебе нравится. Потому что, например, когда я приехала смотреть его родителей, собаки, которые работают в задержание, ты к ним входишь в квартиру, опасности никакой для них нет, для хозяев никакой нет. Они прилетают, о, люди, люди, погладьте, погладьте, погладьте. Добрые, ласковые, контактные. При том, что это серьезная собака, работающая на задержание. Да. И, честно говоря, вот от этих родителей мне захотелось сделать малинуа, потому что я малинуа себе давно хотела, но очень давно, долго не могла выбрать именно, как бы увидеть то, что я хочу. Мне очень понравилось, когда до программы я Олю сказала, наверное, если бы я выбирала следующую собаку, я бы, наверное, завела малинуа. И на что Оля мне сказала, но вы готовы ей заниматься? Это, кстати, очень важный критерий. Действительно собака, с которой нужно заниматься. Просто так не пройдет этот момент. Просто так совсем не пройдет, потому что просто так, если собаке будет скучно, если собаку не загружать, если собака не имеет какого-либо дела для нее, это становится кошмар для хозяев, потому что это разнесенная квартира, это бегание за кошками, бегание ранее на собак, ранее на людей, агрессия, бегание за машинами. Собака найдет себе развлечение. Не факт, что она устроит хозяев. Сейчас мы идем на рекламу, вернемся через несколько мгновений. Не переключайтесь, у нас начнется самое интересное. Итак, мы продолжаем. Сегодня мы говорим про породу малинуа. Очень хотелось бы показать до трюков, во-первых, в какой амуниции работает собака, потому что я знаю, что у нее есть какой-то, мало того, что амуниция, какой-то специальный колокольчик. Амуниция, во-первых, начнем с того, что когда мы идем работать, на мне всегда одета жилетка, что это отдельный сигнал для собаки, чтобы мы идем работать. На жилетке написано, что? Ну, на жилетке, так как я в ней хожу, то на ней написано поисково-спасательная служба экстремум. Вот, кинологическая служба. Это отличительный вариант в лесу. И для людей, и для собаки в том числе, она понимает. А, для собаки это сигнал к тому, что мы работаем. Данная собака работает в колокольчике. Мы каждый раз, как бы, я с собаками гуляю по лесу, и, собственно говоря, не каждый раз мне хочется, чтобы собака бегала ко всем людям. Соответственно, для собаки сигнал из того, чтобы мы сейчас не просто гуляем, чтобы мы работаем, это вот такой колокольчик. Он одевается, затягивается ровно по шее, фиксируется. Если собака вдруг с ним, им случайно зацепится за дерево, еще за что-нибудь, он спокойно слезает, потому что он на резиночке. Ой, как удобно. Классно. Вот, он достаточно громкий, используется как бы сигнал для собаки. Вольт, иди сюда. Ну, то есть, кроме того, чтобы собака понимает, что она работает в этом, ошейнике с колокольчиком, еще вы ее хорошо слышите? Да, потому что он уходит на очень большие расстояния, единственное. Вот, и колокольчик слышно дальше, чем хруст веток. Круто. А что это за жилет? Это не жилет, это обвязка для собаки, потому что собака поисково-спасательная, в принципе, предназначена для работы не только в лесу, но и на техногенах, соответственно, в горах и так далее. Собственно говоря, это... То есть, это защита собаки, да, в первую очередь? Нет, это не защита собаки, это собачку... Можно? Поднять. Поднять, прицепить, ага, понятно. Иди сюда, иди сюда. Круто. Вот, это одевается собачка. Иди, покажи. Иди сюда. Ничего себе. Вольт, иди сюда. Катик, мы не пристаем. Стой. Да все, его нет уже. Стой. Помочь? Нет. Опа. Ничего себе. Сейчас тут раз дырка, два дырка. Готов к трудовой обороне. Еще не готов, стой. Ой, ну ладно, Азика, как с Азиком потом пообщаешься. Подожди. Стой. Да, все серьезно. То есть, грубо говоря, если собака спускается вместе со своим хозяином с вертолета, вот с такой штукой. Да, да. Вот это как раз обвязка сертифицирована на спуске свертолета. Обалдеть. Как раз оно и есть. И вот, собственно говоря, собачка спокойненько поднимается. Только теперь повернуться в ту сторону. Ага. Класс. Ей не больно, ничего не дарит? Нет. Красота. Если оно правильно подогнано, правильно подобрано под собаку, то вот такое вот животное у нас получается. Красота. Так, ну теперь хочется показать нам... А, еще секунду, до трюков. Мне очень нравится, что вы пришли с специальными поводками и наморниками. Это тот самый любимый материал, который, забываю, как называется? Это биотан. Биотан, точно. Сейчас новомодная тема. Биотан. Прорезиненный поводок. Внутри там ткань плотная. Его сложно прокусить. Он не рвется. Выдерживает достаточно сильную нагрузку. И я так понимаю... А наморник какой у вас? Наморник? Тоже какой-то? Это баскерель. Это пластик или это резина? Это пластиковая резина. Ну, это помесь сплав. Слушайте, круто. Легкий, мягкий. Он легкий, мягкий, не натирает собаку. Конкретно это, это дрессировочный вариант. Не надо его покупать в качестве того, чтобы собачка не подбирала. Потому что здесь есть две дырочки специальные. Большие, да. Для того, чтобы собачка могла кушать. Ага, окей. Иди сюда. Вот тазик-то его заинтересовал. Ну все, давай, иди работай, показывай, что ты можешь. Вольта! Ой, ну ладно тебе, господи. Вольта! Только поближе вот сюда, чтобы было видно. Отлично. Сид. Зай. Ребка. Зай. Сас. Чисто. Бэк. Да, хорошо. Бэк. Да. Дмей. Красавчик. Ты просто красавчик. Бать. Молодец. Браво, умница. Ну, естественно, он знает. Ну, конечно, мы не сможем сейчас в студии спрятать человека, чтобы он нашел. Но мы придумали другой вариант. Вы давайте, уходите. Я положу сюда две коробки. Собаку мы спрятали Под них мы сейчас положим мяч Ну, не знаю, например, вот под эту И сейчас он будет ее искать Где мячик? Да, молодец! Браво, молодец! Ну, как-то ты очень быстро нашел Вообще, конечно, это потрясающе Я надеюсь, что он так же быстро ищет и людей А, кстати, как он обозначает, когда находит человека? Голосом, да? Супер! А, например, если он ушел на... Ну, я не знаю, например, ушел далеко, 10 километров Или вы стараетесь все-таки за ним? У нас, во-первых, собака на 10 километров не уходит от хозяина Они уходят на 500, на 800, да Эта собака лает очень громко Помимо этого, можно использовать навигационную систему Астра Это GPS-ки, да, какие-то? А как долго они живут? По батарейкам, я спрашиваю? По батарейке Астра Ошейник живет В постоянной работе, ну, сутки, наверное, двое Долго Дольше, чем сам навигатор В принципе, успеешь вернуться Ловят на большие расстояния До 5 километров Но в основном, как бы Для этих мы используем Варианты того, чтобы записать трек собаки Потому что идет запись трека человека, идущего по лесу Идет запись трека собаки, бегущего по лесу Соответственно, ты можешь посмотреть зону, которая собака быстила Трек, то для тех, кто не понимает Просто идет запись, грубо говоря, пути, который прошла собака И, соответственно, человека Можете как карту открыть и посмотреть, как это выглядит Вот Собственно говоря, ну, если случилось, что у тебя где-то собака заякорилась Ты можешь это посмотреть Вот Но в основном, как бы, они уходят не на большие расстояния от тебя В принципе, собака в ПСС нужно Ну, как бы, в поисково-спасательном отряде для поиска людей Нужна в том варианте, что не может человек откликнуться Как бы, чаще всего это лежащий человек, провалившийся куда-то Либо человеку поплохело Соответственно, это идет прочес местности Соответственно, собака уходит там на 100 метров А где-то на 100, на 150 метров Это расстояние, с которого она может причуять Вот от тебя А вот интересно, если она натренирована Точнее так Если она видит человека, который провалился В какую-то глубокую яму Она будет с этой ямой лаять То есть она туда уже не полезет Она понимает это Они нормально, не очень сумасшедшие собаки Маленуа, конечно, сумасшедшие собаки Есть маленуа, которые прыгают из крыш Ну, например, разрушившийся дом, да? Есть, у меня есть знакомый маленуа плац Который со второго и третьего этажа уходит Чуть А вот На самом деле, это вот опять-таки возвращаемся к тому Что как мы подбираем собаку Собака должна быть равновешной и думающей Этот ушел в 4 месяца Где-то в 5-6 месяцев Ну, с полуторного этажа Я его сначала в маленькие окна научила прыгать А потом зашла в здание И он у меня как шел по прямой, так и ушел в окно Все, ему хватило Благо был снег Все равно хватило понять Ему хватило понять Он не боится прыгать Но он запрыгивает в окно Встает в пролете Смотрит вниз Если высоко, не прыгает Если это первый этаж Если вот, ну, как бы Что-то низкое То он прыгает Да, что безопасно собаке тоже есть Да, это важно Плац Ляг Хорошо А что за ошейник вы используете на нем? Кстати, про ошейники говорили Ошейники самый простой Рокс, что ли, нет? Это Рокс, по-моему Да, по-моему, Рокс Похоже на Рокс Самый простой, обычный ошейник Психменный Как бы Никакие спец Ошейники Строгие ошейники Я не использую Я могу использовать На собаке Ребята, Рокс покажу Почему Хорошая тоже фирма Очень качественная Очень прочные стропы Здесь еще есть прострочка Светоотражающая Здесь есть кольцо Если даже он растяг... Ну, я не знаю, насколько оно Предохранительное Кольцо для... Больше для поводка, правильно? Да А это у вас маячок Обозначающий световой Это световой маячок Чтобы собаку в темноте было видно Конкретно это Маячок На очень большие расстояния Как он включается? Закручивается полностью И со свежими батарейками Его видно Заявлено как с километра С пяти километров А сколько работают батарейки? Очень долго Ну, вот эта работа батарейки Ну, год назад, наверное, менялась Круто Круто, отлично Не скажу, что часто используется Но со свежими батарейками Собака бежит И от нее отцвет по деревьям По земле Супер Как бы его видно С очень большим расстоянием С рывковой цепочкой работаете просто? Нет Я не то чтобы... Я ее никогда не использую Как рывковую цепочку Иди сюда Сядь Мне очень нравится Как на нем смотрится цепочка Но если я хочу на ней походить То я вожу его только в одном варианте Что мы цепляем поводочек За кольцо, которое затягивается И подгоняем четко под шейку И застегиваем за второе кольцо Чтобы оно не работало удавкой Что это просто цепочка Ну, то есть просто для красоты По большому счету, да? Нет, но оно становится Чуть пожестче по воздействию Потому что это все-таки цепочка Вот, это не мягкий ошейник, широкий Вот, но в то же время Это не удавка, ничего Это вот, ну, как бы, легкое воздействие есть Оно более жесткое, чем обычный ошейник Но при этом, как бы, не причиняет неудобства собаке На каком корме работаете? Я просто обратила внимание, что вы принесли баночку с кормом С чем работаете? Что любит Вольт? Любит он курицу Вареную? Вареную курицу Ну, точнее, как С ней удобно работать Любит он все Это собака, которая ест все Любит он курочку Вот Кто же ее не любит, ребята? Я тоже люблю, кстати, собаками с курицем Ей просто очень удобно работать Ее можно, что, маленькими пластиками отдавать Ее главное не переваривать Ее не варить до состояния, когда человек... Иначе она сыпется Да, иначе она начинает крошиться Если мы ее поварили чуть-чуть И она сварилась, но не разварилась То она не крошится Мы ее можем вот так вот Отдирать по маленьким кусочкам и отдавать В то же время, когда нам нужно собаку Учить чему-то, чтобы собака следовала Или той же самой рядовости Мы берем большой пласт в руку Давим собаке Собака ее идет, откусывает легко И при этом, как бы, хватает надолго Вот, кстати, по поводу рядовости Ребята, вы спрашивали, как научить собаку рядом Ну, раз уж Оля у нас здесь сегодня Оля, такой мини-курс Вот у нас собака есть Первый раз вы с ней видитесь Научите ее ходить рядом Покажите, как это сделать Только желательно здесь Первое, что мы учим собаку Маленького щеночка Или собаку, которая не умеет ходить рядом Мы учим просто следовать за рукой Опускаем руку Собака утыкается в руку И мы ее вводим За носиком так, чтобы она не отвлекалась Ее не касалось, что люди ходят и так далее Чтобы вот она прилипла и идет Дальше мы ее отдельно учим Около левой ноги И себя больше учим тем, что А теперь мы идем вот так За нами Вот Дальше мы ее приучаем к тому, что Мы остановились, мы сели Да, молодец Мы опять пошли Собачка одновременно вместе с нами Начинает движение Потом потихонечку-потихонечку Мы убираем руку наверх Собачка ходит Да, молодец Останавливаешься А она садится без команды Супер Вот такой мини-экспресс-курс И дальше мы убираем руку И собачка ходит Фус Фус, для тех, кто не знает Фус это по-немецки к ноге Или то же самое рядом Эту команду очень часто используют у нас Потому что просто она короткая и удобная Они короткие, удобные Я в принципе очень люблю немецкие команды Потому что они короткие, удобные И в отличие от русского языка Они звучные Да Хорошо, сегодня мы говорили про породу малинуа Если вы хотите, чтобы мы сделали программу Как обучать собаку Мы пригласим специально Олю Пишите про это на Ютубе В нашей группе ВКонтакте В которой нужно сначала подписаться на нее Итак, малинуа Собака специальная Собака серьезная Собака не для обычных людей Если у вас нет опыта То даже, наверное, не стоит заводить эту собаку Потому что это может обратиться не очень хорошей ситуации Потому что она должна выплескивать свою энергию И должна это делать правильно Но, если вы профессионал Если вам интересна рабочая собака На мой взгляд, малина очень интересная Я бы, наверное, следующую собаку выбрала именно такой Собака с большими перспективами Собака, которая может останавливать Ну, не скажу горящие танки Но что-то в этом роде Смотрите нас каждую среду Задавайте свои вопросы И увидимся Пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok